Меня, как уже сказали, зовут Борис. Я работаю разработчиком в компании SoftSR. Последние 9 месяцев я пишу исключительно на Go. Ну, как исключительно, с переменным успехом. Почему я выбрал такую тему? Потому что, как сказал Ваня, тема очень актуальная. Даже на том же самом Go было два спикера, которые рассказывали про тестинг, про практики, про что делать, что не делать. И, в принципе, язык, поскольку развивается, то каждый пока что придумывает свои костыли, как бы и нужно это устаканивать. Поэтому хотелось бы поговорить про какие-то общие практики, общие вещи, которые уже устаканились и люди считают правильными. Осветить их и зашарить. Итак, поехали. Четыре пункта, по которым мы сегодня пройдемся. Первое. Зачем нам, в принципе, заниматься тестами? Зачем нам тратить на это свое время? Что они нам дают? Что они нам не дают? Какие-то мифы, возможно, о тестах и так далее. Следующее. Пройдемся вкратце по основным Toolzum Go, которые позволяют тестировать, то есть по основным командам, их атрибутам. Пройдемся по тестинг-фреймворку, встроенному в Go. Потом перейдем к каким-то общим практикам, примерам с кодом. Извините, заранее не смогу, они будут все статичные. Ну и дальше будет небольшой раздел с вопросами-ответами. Итак, погнали. Первое. Почему в принципе нужно писать тесты? Ну, первое и самое очевидное, это то, что тесты позволяют вам быть уверенным, что какой-то кусочек вашего кода работает нормально. То есть ни в коем случае не весь, ни в коем случае не работает отлично, идеально. То есть какой-то работает нормально. Все, это единственное, что мы можем обеспечить. То есть мы можем закрепить какие-то кейсы, мы можем их перетестировать, мы можем их перепроверить, и они работают, как мы ожидали. Дальше. Написание тестов ускоряет процесс разработки. С первого взгляда как бы не очевидно, потому что как бы... Да, не очевидно, а вполне очевидно. Пока мы пишем маленькие оплекушки, которые должны просто держать два endpoint, отвечать пару запросов, как бы тесты там абсолютно не нужны, они только удлиняют процесс разработки. Но если у нас какой-нибудь здоровенный проект, который пишется уже год, полгода, два года, то он обрастает какой-то огромной код базы, кучей пакетов, кучей зависимостей, кучей внутренней логики, которую писали люди, которых там уже давно нету, и так далее. Единственный способ удержать эту логику в том состоянии, в котором она была изначально, это написать тесты и закрепить эту логику тестами. Все. То есть вам не придется потом ночами сидеть и думать, почему я здесь поправил одну буковку, а у меня развалилась пола поликохи. За это сделаю тесты, и тесты, если будут хорошо написаны, они будут вполне себе по-человечески объяснять, почему так пошло. Ну и последнее, я считаю, наиболее важное, это написание тестов конкретно в Go дает большее понимание самого языка. Пока я не начал писать тесты на Go, я как лепал какие-то поделки. Пока я уже начал пытаться обернуть это в тесты с использованием стандартного фреймворка, как бы пришлось выровнять ручки, два-три раза переписать одно и то же, ну и после этого все стало гораздо легче. Плюс немаловажный фактор, то что язык строго типизированный, поэтому с моками есть свои грабли, есть свои грабли с фикстурами, какими-то тестами и тому подобными вещами. Поэтому всегда, когда пишите код, нужно думать о тестах. Ну и таким образом, опять-таки, ваш код становится, основной код становится гораздо лучше. Идем дальше, начинаем переходить к каким-то практическим вещам, к тулзовинам и стандартному фреймворку пакету тестинга. Пойдемся по тулзам. У Go есть стандартная команда go-test, которая запускает стандартный гошный тест-фреймворк и ранит все тесты. Там на самом деле очень большое количество разных атрибутов, которые позволяют сделать практически все, что угодно, завернуть, развернуть, установить, все, что угодно. Но в принципе, в большинстве случаев вам понадобятся вот эти четыре кейса. Первое, это заранить все тесты в этой папке и глубже на всех уровнях внизу. Внимание, до Go 1.9 она запускает тесты также в вендор-папке. То есть вы будете тестировать тесты своих зависимостей. То есть если вы там используете внешний пакет, вы его тесты тоже зараните в этой команде. Go 1.9 тоже починили. Следующее, go-test-cover. Минус-cover ключ добавляет ко всем вашим тестам в output line coverage в процентах. Он показывает просто, насколько ваш пакет в процентах покрыт тестами. Сколько из точек были запущены. Поэтому дальше покажу. Следующее, наверное, самое часто используемое, это go-test-run. Минус-run позволяет отфильтровать по RGX, полиглобу, не помню. Он, в общем, запускает в данном примере go-test-run-error запустит все тесты, в названии которых есть слово error, которое находится в папочке folder и минус-v просто вызовет варболз, а output будет более расширенный. То есть минус-run рекомендую помнить, потому что часто пригождается. Ну и последнее, это go-test-bench, который ранит в бенчмарке. Да, стандартный гошный фреймворк умеет в бенчмарке. То есть для этого есть весь инструментарий. Они хорошо пишутся, хороший output, хороший инструментарий вокруг и так далее. Я вам покажу пример, как они реализовываются. Если захочется копнуть чуть глубже, посмотреть, какие есть ключи, какие есть каверидж, по-умному считать, что в пакете есть, тут, если что, презентация, будут ссылочки, я презентацию добавлю, потом на страничку на конференции. Идем дальше. Каверидж. В стандартном гошном фреймворке опять-таки есть обалденная утилита для того, чтобы визуализировать каверидж кода. Как это делается? Первое. GoTest включен минус кавер профайл. Выдаем ему файлик. В этот файлик будет генерирован кавер профайл после рана тестов. А потом через тулзовину GoToolCover в тег HTML или тег PDF можно еще какой-то. Самый актуальный это HTML. Передаем этот output и генерируется страничка HTML. Она сразу в этом браузере. В ней сразу видно, какие строки кода не тестируемы. Сереньким они подзначены. Потом зеленым те, которые были протестированы, в которые ваши тесты заходили. В те, которые не заходили. И так далее. И очень удобно смотреть. Помню, в новых версиях даже вот возле файлика пишут процент, насколько покрытый файл. Крайне удобная штука. Превращает написание тестов в какую-то геймификацию. То есть, когда у вас здоровенная функция с кучей вложенной логики, ифов, комплексити, невероятных уровней, залезть в какую-нибудь дырочку и покрыть красные строчки, превращается в какой-то квест. Я с этой стороны всегда смотрю, поэтому написание тестов это как игра выходит. Рекомендую с этой стороны смотреть. Но все эти вещи прекрасны, но они достаточно такие низкоуровневые, насколько они могут быть. Потому что практически все автоматизировано. И вот такую штучку хочу вам порекомендовать это go.convay утилита. Она находится по ссылочке на репозитории. Что она себе представляет? Вы ее стягиваете, устанавливаете, а потом в любой папке, в которой вам нравится, запускаете. Она ищет все тест-файлы, которые есть в этой папке, опять-таки, в внизу лежащих папках. Идет глубже, глубже, глубже. Она уже вендер игнорирует. А потом открывает в браузе вот такую вот страничку, где слева пишет список всех наших пакетов с уровнем покрытия тестов, красивым, визуально понятным. Пишет все тесты, все вложенные тесты, какие прошли, какие не прошли. Тут красивый output, количество общих тестов, ну и line coverage по всему, что было протестировано. Плюс эта утилита трекает изменения в файлах. То есть если что-то в вашей папочке меняется, то она переранивает тесты и тут отображает output. Народ часто запускает ее и она ранится все время разработки. То есть на одном мониторе или где-нибудь в окошечке запущен от GoConway, а в другом ты кодишь. И всегда видишь, поломал ты что-то, не поломал и и со вон. Окей. Идем дальше. Пройдемся по неймингам. Стандартный фреймворк предусматривает определенный формат тестов, функции тестов. Этих форматов есть три поддерживаемых. Первый, самый простой, это тест. Функция должна начинаться с тест, дальше идет название, это правило хорошего тона. Дальше идет название функции, которую мы тестируем, и принимать она должна один единственный параметр pointer на testing t. t это инструментарий, мы там дальше на него посмотрим. Это первый, самый простой, самый простой тест, он будет заранен при вызове GoTest. Следующее, экзамплы. Если вы заходили в документацию Go, зачастую в каких-то функциях видели экзамплы. Экзамплы реализуются при помощи вот таких вот функций. То есть они начинаются с экзампл, ничего не принимают, в них есть какая-то логика и comment output. Можете поиграться, удобная штука, но предупреждаю, если вы в проекте все добавляете экзамплы, они будут запущены точно так же, как тесты. И вот этот вот output будет сравниваться с тем, что у вас написано здесь. То есть если вы здесь принтуете неотформатированный JSON без переносов, без отступов и так далее, то вот здесь тоже должен быть неотформатированный и без отступов. Иначе тест будет фейлиться. Ну и последний, это бенчмарки. Бенчмарки начинаются с бенчмарк, дальше название бенчмарка, что мы конкретно тестируем, принимает один единственный параметр по интернам на testing.b и внутри итерируется по bn, то есть testing bn. Итерироваться по другим циферкам можно, но не нужно, совершенно не нужно, потому что n это динамическая циферка, которая меняется во время выполнения бенчмарка. То есть если у вас есть бенчмарк, который гоняет какую-нибудь тяжеленную функцию, то в принципе эта циферка может остаться единицей. То есть она один раз эту цифру запустит и посчитает время выполнения вашей функции один раз. Но если у вас функция достаточно легенькая, как, допустим, мгновенный print, то она проранится миллион, миллиард раз, и эта циферка будет постоянно меняться в зависимости от того, сколько времени на бенчмарках осталось. То есть go манипулирует временем выполнения бенчмарка. Да, и ранить не с плагом минус бенч. Ребят, заметайтесь, а то в понедлении. Да, давайте все запытания уже после допровождения. Окей? Домовылось? О, да, так вот. Да, практики. Переходим к тому, чего, куда и как писать. В принципе, написание тестов разделяется на две большие группы. Методологии тестирования. Это включает в себя выбор библиотек, которые вы используете, какие-нибудь Testify, IS, mock, ugo, mock, полный набор инструментов, которые вам нужны для тестирования. Общие практики. Делаете ли вы функции helper, выносите ли вы логику в отдельные файлы, есть ли у вас файлы с фикстурами, есть ли у вас golden файлы, integration test, unit test и так дальше. Стиль кода, это используете ли вы глобальные вариаблы в тестах, пишете ли вы всю логику тестов внутри теста, либо вы ее разносите по нескольким функциям. И так далее. В принципе, все понятно. И вторая часть, это написание тестируемого кода. Поскольку go строготипизированный, то это краеугольный вопрос. Не весь код можно протестировать, но любой код можно переписать так, чтобы его можно было протестировать. Поэтому тут есть три пункта. Первое, это макабельность вашего кода, насколько его можно замокать. Используют ли интерфейсы, насколько конфигурируемы ваши функции, используют ли какие-нибудь инжекшены, глобальные вариаблы и так далее. Второе, это связанность кода, вызывает ли ваша функция, огромное количество функций внутри, придется ли вам их мокать. Либо вы эти функции передаете призвание, либо вы разложите логику в клиентском коде. То есть все это влияет на связанность кода. И третье, это опять-таки практики. Используете ли вы в своем обычном коде глобальные вариаблы, интерфейсы, структуры с конфигурациями. и так далее. Теперь пройдемся по всему поподробнее. Ну, не по всему, это тоже начинается код, но мы там будем задевать все эти пункты. Итак, начнем с самого простенького варианта. TableTest. В большинстве случаев эти тесты подходят. То есть если там не какая-то закрученная страшная логика, то TableTest идеально ее решают. Почему Table? Потому что у нас есть табличка. Табличка, в которой каждая строчка это один кейс для тестирования. В данной функции мы будем тестировать функцию Add. Внутри она просто прибавляет два передных числа и возвращает значение. Ничего страшного. Поэтому у нас есть два параметра для передачи и Expected Values. Каждая строчка отдельный кейс, который можно прогнать. А, Б, Expected. Дальше мы запускаем ForLoop по всем этим кейсам, передаем А, передаем Б, получаем значение и сравниваем с Expected. Если что-то не сходится, мы выкидываем ошибку. Таким образом, сюда можно запихать огромное количество кейсов, тестов, которые могли бы пойти так или не так. Еще один такой нюанс. Мы у себя используем, да я в принципе много где видел, в неймингах Underscore и описание, для чего этот тест. То есть, что он делает? Он Pass On, Fail On, WithDB, WithoutDB, любой комментарий, который поможет разработчику, который после вас туда зайдет, понять, о чем вообще в принципе вот эта вот вещь. Итак, раним этот тест через RunBasic минус verb. Он напишет запущен такой-то тест, такой-то тест прошел, все тесты зараненные прошли и такой-то тест был протестирован за 0,0, 0,1 секунду. Все просто, усложняем. Поскольку в обычной жизни функция логика гораздо сложнее, то таких вот тест-кейсов может быть добрая полсотня, сотня, а то и больше. Это превращается в страшный ад, когда у вас там ну реально полсотни тест-кейсов и какой-нибудь 48-й или 35-й падает, и вам говорят, что в принципе этот тест завалился. И вы даже не знаете, какой из кейсов пошел не туда, куда надо. Поэтому в Go есть функция tRun, которая позволяет нам сделать вот такой вот хук. Добавляем name, обзываем эту функцию как-то positive values, negative values, zero, zero, и начинаем ту же самую итерацию. Передаем tRun name, чтобы было понятно, что происходит. Передаем функцию, которая опять-таки принимает pointer на тестинг t, и вся та же самая логика, которая была до этого. Но заметьте, здесь еще есть первая ошибка, чтобы у тебя была красивенька, и tParallel. tParallel это функция, которая позволяет запускать все тесты асинхронно, параллельно друг с другом. Все вот эти кейсы будут запущены одновременно. То есть Go каким-то образом, я честно говоря, уже не помню, каким-то образом лимитирует количество параллельно запущенных тестов, это можно в доке чекнуть. Но хоть как это параллельно, и слава богу. Теперь раним и смотрим, что у нас из этого получается. То есть предыдущий output выглядел достаточно просто. Это была run этого теста, паз этого теста. В данном случае у нас есть саб-тесты, которые мы заранили через tRun. Теперь видим, заранен отцовский, заранен дочерний, 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 дочерний. Потом он говорит, что отцовский зафейлился, и говорит, что один дочерний прошел, один дочерний завалился, и остальные прошли. То есть у нас теперь есть достаточно human-readable output, в котором понятно, что конкретно прошло не так. И искать по этому zero гораздо проще, чем по целому списку кейсов. То есть вот output завалилось, мы его сами отформатировали, строчка, на которой это произошло, и какой кейс. Показывает, что весь тест завалился, выход, и весь пакет не протестировал. И общее время. Идем дальше. Table тесты хорошо, но в принципе, когда вы покрываете свои тесты, задолбаться можно их писать. Одно и то же самое, по кругу. Табличка, кейсы, цикл, табличка, кейсы, цикл, табличка, кейсы, цикл, и так далее. Поэтому есть замечательная липка, civil build тест, кто-то из ребят посоветовал, честно, не знаю, кто. Что она позволяет делать? Ну, в принципе, анимашка с их репозитория, выбираете функцию, говорите генерируем и она генерирует вот такие тесты, как мы только что смотрели. Сразу все output, input, хотите ошибку, не хотите ошибку, и заполняете только тест-кейсы. Эта штука также встроена в GoLand, он же GoLand. Если кто-то использует, просто установите пакет и Ctrl-Shift-T будет генерировать тесты. Итак, идем дальше. Использование флагов в тестах. Если кто-то не в курсе, флаг в стандартной Гошной Libby это библиотека, которая позволяет парсить аргументы applicu. То есть, когда applicu запускается, вы передаете какие-то аргументы, количество раненых процессов, циферки, буковки, неважно. Их можно парсить при помощи стандартного OSARC, но это достаточно сложно, потому что они все стрингами, и надо разбираться, ловить ошибки и подобное. Флаг это уже сахар поверх того, который позволяет и тип определить, и дефолтное значение, и описание добавить, и help выводит. То есть, это сахарок. И эту библиотеку тоже абсолютно нормально использовать в своих тестах. есть два достаточно распространенных места, в которых используется, в которых можно использовать два распространенных кейсов, в которых можно использовать слеги. Первое, это когда вы хотите оградить свои тесты, integration от выполнения на не-integration environment, то есть, когда вы хотите заранее только унит-тесты. Добавляется integration булевым значением, если не true, то вызываем test keep. Test keep выдаст в путь, что тест был пропущен с вот этим вот месседжем. и тут дальше тест. При ранее передаете минус-integration, как все остальные аргументы, ничего сложного, и он ранится. Наверное, все. Идем дальше. Helper. С go1.9 появилась замечательная функция t-helper. Я надеюсь, большинство уже поперехотело на go1.9, кто не поперехотел, бегом туда, там хорошо. представим ситуацию. У нас есть наши излюбленные полсотни тестов. Каждый из этих полсотни тестов генерирует какие-то свои файлики. Каждому из этих полсотни тестов надо генерировать файлик, положить какой-нибудь JSON, еще чего-нибудь распарсить, передать, заархивировать, и куча разной логики. И каждому из них нужен темповый файл. И где-то на 20-30 тесте вы думаете, да злопался я что-то копировать весь темп файл create, занесу-ка я его в отдельную функцию. И вы создаете функцию тест темп файл, которая просто возвращает темп файлик. И все хорошо, но при создании файлика что-то может пойти не так. И вы захотите, понятное дело, выкинуть ошибку, что все, тестового файлика нет, тест не может раниться. Что произойдет до Go1.9 либо в Go1.9 без использования TechHelper? Тест, который завалится, скажет, что он завалился в этой функции. Он не скажет, что он завалился в той отцовской функции, в том отцовском тесте, который вы заранее. Если у вас таких тестов очень много, то вы не узнаете, в каком конкретно он завалился. Вы узнаете, что он завалился в этой функции. Залубитесь потом искать. Поэтому в Go1.9 появилась функция TechHelper. Вы завалите ее, оно сдвигает стэк на 1 выше, и вы просто видите отцовскую функцию. Очень полезно и рекомендую пользоваться. Идем дальше. Это уже к таким переходим к советам. Тестируйте, думайте перед тем, как выбираете уровень для тестирования. Если у вас есть какая-нибудь маленькая функция, которая выполняет какую-то логику, подумайте, а не имеет ли смысл протестировать ее заодно с чем-то. Имеет ли смысл писать логику, иметь ли смысл писать тесты для нее отдельно. Вот замечательный пример от Мэтта Райера в Zotgo. У нас есть какой-то хендлер реквестов, который принимает рейтера, респонс рейтера, реквест, и выполняет всю свою логику. Вы написали, вы проранили свой хендлер, он сходил в базу, он проверил значение, он вернул output, вы классно это все проверили, пошли дальше. Но, если на секундочку задуматься, остановиться, и сделать чуть-чуть умнее, и подняться на несколько уровней выше, и скормить свой реквест и респонс сервер HTTP, самому серверу, чтобы проранился роутер, проранились middleware, проранились авторизации, чтобы распарсился ваш роут, параметры из него, все, что возможно сверху. То есть, по факту вы ничего не теряете, вы добавляете в себя только еще дополнительный кусочек протестированного кода, и вам это профит. Просто задумайтесь и тестируйте на нужном уровне. Идем дальше. Где вас откинуло? Тут? На этом слайде. Да, да, на этом слайде. Окей. Ну, опять-таки, да, заканчиваем, чтобы не повторяться. Старайтесь как можно чаще использовать реальную реализацию. это будет надежнее. Так. Хорошо. Теперь тестируемый код. Написание тестируемого кода. Что это такое? Как этого добиться? Каждый раз, когда я пишу код, я стараюсь в голове держать несколько мыслей, советов, то есть, таких, навигейшенов для себя. Первое. Писать как можно более независимый код. То есть, не вкладывать в какие-то функции внутрь взаимодействия с кучей других функций. Делать как можно меньше связанности внутри. То есть, чем более абстрактная функция у вас получается, тем легче ее будет потом протестировать. Тезисно. Функция должна быть независимая, а конфигурабельная. идем дальше. Не жадничайте. Берите не больше, чем вам нужно. Если у вас есть какая-то функция, которая принимает интерфейс, а вы из этого интерфейса используете всего пару методов, не поленитесь, обрежьте интерфейс. Проще будет тестировать, проще будет мокать, и ваша функция станет более легкой в использовании в других местах. Если у кого-то другого будет другой такой же интерфейс, нереализовывающий общий, который вы пожадничали и схватили. Следующее. Не злоупотребляйте интерфейсами и глобальными состояниями. Почему? Потому что злоупотребление интерфейсами в один прекрасный момент превратит ваш код в фабрику фабрик фабрик. Я такое видел, это страшно, это нечитабельно. Человеку, который попадает в ваш код, потом крайне сложно сориентироваться, крайне сложно понять, откуда растут ноги и что вообще здесь зачем сделано. То же самое касается глобальных состояний. Глобальные состояния отбирают у вас гибкость. В некоторых случаях удобно положить какой-то пул коннекшен в глобальное состояние, если удобно. Удобно положить дефолтные значения в глобальные состояния, но не злоупотребляйтесь этим. Если вы используете глобальное состояние для хранения каких-то вещей для допустим HTTP запросов, то вы банально будете получить дета-рейсу. Это сложно, геймерной цене придется долго выносить. Постарайтесь как можно больше выносить какие-то локал-скопы. И последнее из таких тезисов это используйте интерфейсы только в тех случаях, когда это полезно вашей аппликовке. Когда вы смотрите, что я не использую никакие значения и структуры. Вот здесь я не использую ни саму структуру, ничего с ней связанное. Я использую только из нее методы. Сделайте интерфейс. Будет удобнее, будет проще, и это проще замокать. Либо же второй кейс это когда вы смотрите, что вот это место конкретно, никак по-другому не протестировать, и здесь было бы очень классно впилить интерфейс. В этих двух случаях используйте интерфейс. Дальше не надо, будет сложно. Плюс интерфейсы достаточно тяжелые. И теперь по небольшим примерам еще. Глобальные состояния. Очевидно, плохое решение хранить в глобальном состоянии в константе порт. Лучшее решение хранить в вариибле, которые вы можете потом передефинить, переопределить из конфига, дать пользователю переписать. И наилучшее решение это дефолтное значение в константе и структура конфигурации, которую пользователь может заполнить, может не заполнить, может передать нейлон. Вы в логике кода уже проверяете, заполнено ли или не заполнено значение, и в случае чего используете дефолтное. Все. И у вас есть в случае чего fallback, и у пользователя есть гибкая возможность конфигурировать взаимодействие с вашим густом кода. Идем дальше. Насчет не жадничать. Функция вы до этого смотрели, которая создает клиента и сервера. И функция эхо. Мы передаем ей connect, она берет этот connect, создает буфер, читает из буфера, записывает буфер и закрывает канал. Ее основная задача сделать эхо. NewCon возвращает netConnection, который создается с netListener. Но в нашей функции используется только read, write и close. Обрежьте, будет проще жить. Потом сможете запихать сюда абсолютно любой другой пайп, и вам не придется реализовать остальные четыре или семь, не помню, много методов, которые вы здесь не используете. Проще будет тестировать. И кода будет меньше. И теперь перейдем к некоторым трюкам, которые нам привеждаются каждый день в тестировании, которые мы постоянно используем, которые создают лишнее удобство. Первое. dependency ejection. Если у вас есть какая-то функция, допустим, getUser, которая достает юзера допустим из базы данных, вы принимаете сюда ID, возвращаете юзера. Она использует как зависимость базу данных SQLDB. Этот пример, не знаю, даже он рабочий, я просто так накидал на коленки. Но основной посыл в том, что если вы не хотите перегружать свою функцию getUser входными параметрами, передавать туда базу, потом если надо будет логер, передавать какую-нибудь мета информацию к варю и тому подобное, то просто сделайте структурку, в ней создайте DB, положите туда нужные значения, а потом вызовите метод. Все. При написании тестов вы сможете опять создать структуру и положить туда абсолютно любой DB, который вам понадобится. Сверху вызывайте getUser и здесь смотрите, как правильно передалось к вере. Все. Это сложно, это легко, аккуратно и не захламляет основную функцию. Идем дальше. Monkey патчинг. Иногда бывают случаи, когда передефинить функцию крайне сложно. Не передефинить функцию, замокать какую-то функцию сложно. Либо у вас там внутри опрекухи используется какая-то функция, которую вы хотите переопределить. То есть она там вот захоткорна. Все. Fun используется внутри эту функцию и вариантов свала у вас нема. Не знаю, нету места в параметрах передать, подпись меняется, вы не можете потом его пропихнуть в список других функций. То есть много бывает кейсов. И внутри действительно используется функция, которая создает нового продюсера, в данном случае срамовского продюсера. Поэтому есть такой финт ушами. Создаем переменную, в нее кладем эту функцию, не вызываем ее, кладем функцию. У себя в коде используем эту переменную, передаем ей точно те же самые параметры, которые оригинальные функции и что-то там с ней делаем. Потом при тестировании что мы можем сделать? Сохраняем оригинальную функцию в Deferi, кладем ее обратно и в эту variable кладем функцию с такой же подписью, как и оригинальная. Только ставим сюда свой мог с какой-нибудь своей внутренней логикой. Финт удобный, но крайне осторожно с ним обращайтесь, потому что первое, что вы теряете, это параллельное выполнение своих тестов. То есть, если у вас есть два теста, которые вдвоем хотят переопределить эту variable, фихтам переопределить только один. Ваши тесты будут фейлиться по очереди. Второе, это вы теряете очень сильно в читабельности вашего кода. Человек, который зайдет сюда и будет искать, что такое NewAP, ему придется крутить доверху файла и смотреть, что NewAP это NewAsync Producer. Вас проклянут. То есть, используйте как можно реже. Да, идем дальше. Оборачивание в интерфейсы. Бывают такие штуки, что библиотеки, которые вы используете, возвращают вместо интерфейсов целые структуры. Чем плоха структура, тем, что вы не можете поменять ее логику. То есть, структура, как описана функцией, как описаны, они так и будут работать. Вы не сможете сказать, что сейчас мне верни ошибку, сейчас мне не верни ошибку, сейчас мне верни и ошибку, и данные, и вообще любой синтуршами, который вы хотите. И проверить, правильные ли данные ваша функция тогда передала. Хороший пример Sarama Clusters библиотека. Это настройка на стандартной левой Sarama для работы с Kafka. Она реализовывает плюшки для работы с partition, балансировки, сеты и куча-куча не приходится возиться с кучей мусора. Но у нее та же самая проблема. Функция Cluster New Consumer возвращается в структуру. И с этой структурой ничего потом в текст предъявить нельзя. Поэтому fin.to sharing. Создаем интерфейс, описываем в нем те методы, которые нам нужны в реальной жизни. То есть, в реальном коде, с которыми мы работаем. Там, на самом деле, больше методов. Но мы использовали только три, описали только три. Мы создаем этого консюмера и на output оборачиваем этого консюмера в наш интерфейс. Возвращаем интерфейс. Все. Везде в оптипусе используется интерфейс. Про саму структуру мы забываем. Там, где нам нужна оригинальная структура, мы всегда из интерфейса можем ее ассортить. Но тесты становятся гораздо более гибкими. Ну и по ходу все. Некоторые заключительные такие советы. Первое. Не бойтесь повторять себя в тестах. Это необычный код. Dry это хорошо, но в тестах не всегда хорошо. Гораздо проще, когда у вас функция будет на 200, 300, 500 строк, когда в ней будет абсолютно вся логика запихана, но человеку, который будет ее читать, человеку, который будет ее читать, не придется листать по коду вверх, вниз, переходить на другие файлы, подгружать какие-то джессончики и так далее. Он сможет все найти на одном месте. Это будет гораздо проще и читабельнее. Особенно, если это касается каких-то сложных тестов. Следующее. Много маленьких пакетов превратят ваше тестирование в ад. Потому что вам придется лазить постоянно в какие-то внешние пакеты, пытаться в этих внешних пакетах что-то перемокать, переопределить, взаимодействие между пакетами это страшная вещь и тесты будут ужасные. Но использование маленьких пакетов часто дает свои плюсы. Допустим, использование маленьких пакетов позволяет зачастую избежать циклических импортов. То есть используйте, но с умом и только в тех местах, где это действительно нужно. Идем дальше. Избегание, избегайте глобальных состояний, где это возможно. Ну, поэтому мы прошлись, поговорили. Реальная реализация всегда лучше, чем мог. Поэтому тоже поговорили. Следующее. Плохие тесты это хуже, чем отсутствие тестов. Да. То есть не стоит тестировать функцию, допустим, есть у вас функция, которая делает Unmarshal JSON, а внутри себя вызывает JSON.Unmarshal. Не тестируйте эту функцию. Это тест, чисто чтобы поднять каверид, чтобы у вас на Gintensive прошел билд. Это абсолютно бессмысленный тест. Пускай этот кусочек кода будет протестирован в скопе каких-то других тестов. Вот. И что он делает? Он тестирует не ваш код. Он тестирует код JSON.Unmarshal. Или JSON.Marshal. Не важно. Там есть тесты. Не надо это тестировать. То есть думайте то, что вы пишете, и чтобы это было связано с реальной жизнью, с реальными кейсами, с реальными примерами того, что может произойти. Ну и последнее и крайне важное. Код. Тест код принадлежит всей теме. То есть не бывает такого, что это его тесты, это мои тесты, это их тесты и так далее. Тесты спасают жизнь всем. Поверьте, если вы пишете какой-то кусочек кода у себя, но задели какой-то функционал у другого, будет очень хорошо, когда его тесты поймают ваш фейл. Вот. Поэтому все тесты важны, и старайтесь помогать в тестах абсолютно всем, абсолютно как только можете, прикрывать их как только можно. Тесты — это хорошо. Ну и в принципе все. Теперь вопросы, если у кого-то есть. Ну и в контексте должны передаваться вещи, которые касаются контекста, это ДБ, логеры и тому подобные вещи, это антипаттерн, класть их в контекст. Можешь посмотреть у Францеско Компоя, есть хорошие видео по поводу контекстов, он четко объясняет, что хорошо, что плохо. Основная проблема в контексте в том, что он не типизированный, и ты никогда не знаешь, что там лежит. Ты можешь получить просто оверлоад по мусору. Вот. То есть это такой не очень хороший пример. Я думаю, что Олег хотел сказать «выкористовывать конфигурацию». Тобто можно выкористовывать структуру конфигурации, не передавать все депенденции через кому, разные типы функции, а просто передавать какую-то структуру, которая будет містить все необходимые залежности. Ну да, если есть в плане конфигурации, то это контекст. Да. Ну, я только сама виноват, и я пойду.